Мы читаем книгу Рава Адин Эвен Исраэль Штензальц Зихрано Цадик Левраха Вечный Мир Хаэй Улям, изданную московским издательством Книжники в переводе с иврита Вениамина Ванникова. Мы продолжаем чтение комментариев книги Шмот и сегодня мы прочитаем комментарий в главе Итро. Совет Итро Торжественно встретив Итро, его зять Маше возвращается к своей повседневной деятельности, начинает судить народ. Понаблюдав за происходящим, Итро приходит к нему с советом. Так невозможно руководить народом. Нельзя, чтобы все обращались непосредственно к вождю. Нужно создать упорядоченную систему правосудия. Удивление вызывает то обстоятельство, что эта мысль не пришла в голову никому, кроме Итро. Может показаться, что наши предки были странствующими по пустыне кочевниками, не имевшими понятия о функционировании административной и юридических систем. Однако, с событием, описываемым в нашем разделе, предшествовала многолетняя жизнь в Египте, в крайне бюрократизированном государстве, отличавшемся упорядоченной структурой и многовековой традицией управления. Когда государство создает африканское племя, можно предположить, что люди поначалу не будут разбираться в управлении страной или функционировании системы правосудия. Однако Маше вырос во дворце фараона. Он все свое детство провел при дворе. Несомненно, он прекрасно понимал, как управляют страной. В этом для него не было ничего нового. Почему же, встав во главе народа Израиля, он создал ситуацию юридического хаоса? Зачем? Надо было дожидаться Совета Итро. Что нового для него было в элементарной, казалось бы, идее создания упорядоченной судебной системы? И с практической точки зрения, непонятно, как Маше собирался управлять народом. Он был не только вождем. Ему приходилось наставлять миллионы людей и в том, что касалось их частной жизни. Не говоря уже об особых случаях, которые неизбежно возникали. Избранный Маше, вариант управления народом, привел к монополизации. Со всеми своими вопросами они могли обращаться только по одному адресу. Даже если предположить, что евреи в пустыне не ссорились из-за поиска пропитания, поскольку каждый получал свою порцию мана, между ними наверняка возникало немало раздоров. Как все мы знаем, для конфликта между соседями особых причин не нужно. Помимо того, Маше был наставником и учителем. Даже если оставить в стороне ссоры и конфликты, а также все имущественные проблемы, все равно останется непонятным, как он мог отвечать на логические вопросы. Почему у каждого человека находится, что спросить? Считается ли такая кастрюлька мясной или нет? Как именно надо понимать некий закон? Ответами на эти вопросы можно заниматься круглосуточно, но времени все равно не будет хватать. Рассказывают, что когда дочь одного раввина в маленькой общине выходила замуж, она попросила внести в брачный договор требование, чтобы ее муж не становился раввином. Дом ее отца с утра и до поздней ночи был полон людей, и она не хотела и дальше вести такую жизнь. А когда община насчитывает 600 тысяч мужчин, даже если вопросы будут возникать лишь изредка, их количество окажется огромным, можно отвечать на все вопросы кратким «да» и «нет», как это зачастую делают предводители хасидских течений, но и тогда ответить на тысячи обращений попросту невозможно. Теоретически говоря, у Маше не должно было оставаться времени ни на что. Непонятно даже, как он смог встретить своего тестя, о чем рассказывается в начале раздела. Разумеется, такое положение дел было невыносимым и для людей. Можно представить себе, какая очередь выстраивалась перед аудиенцией и сколько времени приходилось ждать. Как же Маше мог продолжать эту практику? Цитата. «О, если бы все в народе Господа были пророками!» Конец цитаты. Маше движим отнюдь не прагматическими соображениями, а идеологией. Его подход носит принципиальный характер. На прагматическом уровне он согласен с тем, что предложенная ИТРО система управления является более эффективной. Вопрос, однако, в том, нужно ли создавать иерархическую систему в принципе. ИТРО, в сущности, предлагает разделить народ. Каждый должен задавать вопрос вышестоящему, а над тем есть следующий вышестоящий и так далее, вплоть до самой верхушки пирамиды. Так возникает ситуация, при которой кто-то выше, а кто-то ниже. Маше изначально не хотел создания такой структуры. Она противоречила и его личным склонностям, и его убеждениям. Возникающая здесь проблема проявляется и в других эпизодах Писания. Так, у горы Синай евреи просят Маше. Цитата. «Говори ты с нами, и мы будем слушать, и пусть не говорит с нами Бог, а то умрем». Конец цитаты, Шмотт, 2019. В книге «Дворим» эта история рассказана подробнее. Так мы видим, что сам Маше отнюдь не считал это предложение само собой разумеющимся. Чтобы согласиться на него, ему понадобилось одобрение Творца. Цитата. «Хорошо все, что они говорили». Конец цитаты, дворим 5.24. «Для Маше каждый еврей стоит на высшей ступени. Каждый должен стремиться к максимуму. Он хотел, чтобы каждый еврей получил Тору непосредственно, во всей ее полноте, так же, как получил ее он сам». Схожим образом Маше реагирует на сообщение о том, что Эльдад и Мейдад пророчествуют в стайне. Цитата. «И прибежал парень, и так сообщил Маше, Эльдад и Мейдад пророчествуют в стайне. И отозвался Иошо сыну на служитель Маше, из избранных им и сказал, «Господин мой Маше, заключи их». И сказал ему Маше, «Уж не за меня ли ты ревнуешь? О, если бы все в народе Господа были пророками, лишь бы возложил Господь дух свой на них». Конец цитаты. Бамидбар 11, 27, 29. Он говорит, это не из скромности, не отдавая дань вежливости. Таков был его взгляд на вещи. Маше искренне хотел бы, чтобы в стайне пророчествовало каждый, не только Эльдад и Мейдад. Это желание является не просто личным стремлением Маше. Именно так описывает еврейский народ Тора. Цитата. «Как мудр и разумен этот великий народ». Конец цитаты. Дворим 4, 6. Определение в кавычках «мудр» и «разумен» имеет принципиальное значение для народа Израиля. Практически в каждом обществе, в каждой культуре сохраняется разделение на образованные и невежественные слои населения. Иногда это иерархическое разделение даже считается идеалом. В еврейском народе доминирует обратная концепция. Каждый должен стремиться стать в кавычках «мудрым» и «разумным». Каждый должен стремиться подняться ввысь. Настолько высоко, насколько это возможно. В этом смысле налицо принципиальная разница между еврейским народом и другими культурами. В еврейском обществе для рядового человека нет никаких границ. Никто не устанавливает ему пределы допустимого знания. Даже у горы Синай присутствовали все евреи и откровение было обращено в равной мере каждому из них. Эта тема в том или ином виде находит свое выражение в самых разных контекстах. К примеру, в Тана Дебе-Элиягу, Элиягу-раба 10, говорится, цитата, «Да будут тому свидетелями небо и земля, мужчина и женщина, рабы-рабыня, все согласны неспосланному им духу святости». Конец цитаты. Каждый человек может достичь той ступени, когда на него снизойдет дух святости. Маше последовательно придерживается принципа равенства, согласно которому все евреи имеют одинаковую ценность. Для него иерархическая система означает разрушение равенства между людьми. Он стремится сам судить народ, полагая, что если кто-то хочет обратиться непосредственно к нему, значит он не должен ставить между ними преграду в виде иерархической системы начальников. Для него был важен каждый, поэтому всякий, кто хотел его видеть, должен был получить такую возможность. Маше не устанавливает иерархию не потому, что это не приходит ему в голову, а потому, что он этого не хочет. Он прекрасно понимает, что создание разных общественных слоев приведет к появлению не только высших, но и низших групп людей, что даже высоко стоящие люди будут все равно ощущать свою ограниченность той ячейкой, которую они занимают в системе. Все это противоречит концепции, согласно которой «вся община, все святы, и среди них Господь». Конец цитаты. Бамедбар 16.3. Вера в душу. Идея введения иерархических ступеней в народе настолько не по душе Маше, что он готов выносить любые тяготы, в кавычках, истощиться окончательно и рисковать полным крахом всей системы. Как можно заметить, этот крах неизбежен. Ее существование в реальности попросту невозможно. И Маше, стремясь не приступить важного для него принципа, может лишь тянуть время настолько, насколько это в его силах. Прагматические соображения победили. Административный аппарат и система правосудия были построены согласно Совету ИТРО. Тот мыслит в практических категориях. Он видит, что Маше пытается достичь невозможного. Концепции ИТРО представляется крайне логичной. Невозможно построить государство равных. Разве могут все люди находиться на одинаковом уровне? Сам по себе идеал равенства противоречит здравому смыслу. Подобно этому анализ концепции демократии, построенной на принципе равенства, показывает, что в сущности она совершенно нелогична и неэффективна. Это важно отметить, поскольку в наше время демократия стала в кавычках демократией с большой буквы, поскольку ее учат в школах. Однако, если подумать, нетрудно понять, что демократическая система управления абсурдна. Люди становятся ее сторонниками скорее по велению эмоций, чем в силу разумных доводов. Рациональный анализ должен был сделать нас противниками этой идеи. Когда у человека что-либо болит, он не проводит опрос случайных людей, не обращается в парламент, не устраивает голосование. В парламенте на эту тему могут высказаться десятки депутатов. Даже если бы все они оказались мудрыми и разумными людьми, нам все равно следовало бы прислушиваться не к их мнению, а к точке зрения врача. Разум подсказывает нам, что в любом вопросе в первую очередь следует обратиться к профессионалу, специалисту. Это верно не только в случае с медицинским вопросом, но и с проблемами гораздо более крупного масштаба. Идея, что каждый человек может наступать, выступать экспертом по оценке способностей кандидатов принимать решения в запутанных вопросах государственных взаимоотношений или экономических проблем в основе своей нелепо. Идея всеобщего равенства противоречит тому, что мы видим собственными глазами. Люди отличаются друг от друга и не одинаковы ни по росту, ни по внешнему виду, ни по уму, ни по образованию. На чем же все-таки основывается пресловутый принцип равенства? Убежденность Маше в равенстве всех людей основана на его вере в душу, которая не связана с рассудочной логикой. Душа это абстрактная, духовная, а главное святая сущность. Души не поддаются количественному измерению, которое могло бы установить, какая из них выше, а какая ниже. И по их поводу можно сказать, что в кавычках вся община все святы и среди них Господь. Кавычки закрываются. Никто не защищен от критики. Распределение полномочий, введенное по совету ИТРО, носит преимущественно технический характер. Распределение людей по группам является практической необходимостью. Однако отнюдь не является выражением реально существующих принципиальных различий. Действительно, в обществе появляется иерархия, но назначение человека на должность тысячника вовсе не означало, что он в сто раз умнее десятника. Возможно, он вообще не умнее его. В мире практических действий мы вынуждены создавать иерархические ступени, потому что иначе воцарится полный хаос. Цитата. «Истащишься окончательно и ты, и этот народ, который с тобой». Конец цитаты. Шмот 18.18. Из этого прямо следует, что в рамках создаваемого Торой общественного порядка ни один человек не стоит выше критики, никто не защищен от вопросов. В Талмуде Кедушин 30b сказано, цитата, «Даже отец и сын, учитель и ученик во время занятий Торой становятся врагами». Конец цитаты. Талмуд мог бы привести гораздо более простой пример двух друзей, которые вместе изучают Тору и так спорят между собой, что стены дома начинают дрожать. Однако приведенные здесь примеры не случайны, ведь сын обязан выказывать уважение отцу, а ученик – учителю, но тем не менее они не обязаны с ними соглашаться. Обязанность человека почитать родителей и учителей понуждает его быть вежливым, почтительным по отношению к ним, но не подразумевает, что он не должен задавать им трудных вопросов. Их следует задавать вежливой форме, и чем более открытым является обсуждение, тем внимательнее надо следить за характером возражений, тщательно их формулировать. Но все эти обязательные предосторожности от них не означают, что существуют люди, защищенные от вопросов и возражений. Спор между великими законоучителями Шамаем и Гилелем по поводу размеров миквы Шаббат 15а был решен, когда появилось два ткача, сидевшие мусорных ворот, которые засвидетельствовали, что Шамая и Автальон, два великих мудреца предыдущего поколения, придерживались по этому поводу третьего мнения. Решающим оказалось именно свидетельство ткачей. Вдумаемся в эту ситуацию. Два человека, занимавшихся малоуважаемым в то время ремеслом, сидевших наиболее презираемым в Иерусалиме мести, выступили против двух величайших мудрецов Израиля того поколения. И все-таки мудрецы приняли решение, основываясь на их свидетельстве, а не на мнении Гилеля или Шамая. Таким образом, слова цитата «Как мудр и разумен этот великий народ» кавычки закрываем, приобретают практическое значение. Они означают, что вопросы может задавать каждый, что никто не защищен от возражений. Даже если человек в течение семидесяти лет прилежно, вдумчиво и в святости изучают Тору, надо подумать, он знает, что говорит, но это не означает, что он вправе монополизировать. С этой точки зрения, хотя совет Итро и был принят, следуя ему, были установлены лишь практические нормы, а не система ценностей. Мы следуем его совету, однако в конечном счете тот принцип, на котором настаивал Маше, остается в силе. Если бы это только было возможно, общество должно было бы существовать согласно его идеалом. В сущности, к нему действительно должны были обращаться все, начиная от маленького ребенка, нашедшего сладости и пришедшего узнать, надо ли ему разыскивать их владельца, и заканчивая головой колена, чей вопрос влияет на судьбу множества людей. Косность действительности не позволяет такого устройства общества, но все-таки это не отрицает ценности того, что Маше делал вначале. И даже помня об установленной иерархической структуре, мы не можем не восхищаться подходом Маше. Мы завершили чтение комментария Равина 1 Эвен Исраэль Штензальц Захраноц Адик Левраха к недельному разделу Торы и Тро из книги Вечный Мир прочитал комментарий Алекс Сапко. Мы продолжаем чтение книги Вечный мир 1 Эвен Исраэль Штензальц Захрано Левраха комментарии к недельным разделам Торы и сегодня мы прочитаем комментарии к главе Мишпатим после великого события О разделе Мишпатим говорят, что самое непонятное в нем это он сам. Этот раздел следует непосредственно за рассказом о Синайском откровении. Естественно, было бы ожидать, что он будет посвящен фундаментальным принципам и высоким материям. Вместо этого Тора тут же переходит к юридической тематике законы о рабах, телесных повреждениях, имущественном ущербе. В разделе Мишпатим содержится огромный законодательный материал. В сущности, это подарок Торы миру Ешиф. Он является основным источником многих талмудических трактатов раздела Низикин «Ущербы». В первую очередь Бава Кама, Бава Меце и Бава Батра, а также в значительной мере трактата Сан-Эдрин. Более того, именно по поводу имущественных законов сказано, что цитата «Их не превзойдет иная отрасль Торы, ибо они подобны неиссякаемому источнику». Конец цитаты Брахот 63-б. Но, несмотря на все эти похвалы, разделу его содержанию все-таки странно, что он помещен именно в этом месте. В конце раздела Тора действительно переходит от практических юридических вопросов к «высоким материям». Маше и предводители народа поднимаются на гору Синай. Они переживают там откровение, которое описывается словами «И видели они Бога Израиля, а под его ногами нечто, подобное кирпичу из сапфира, чистое, как само небо». Конец цитаты Шмот 24-10. Эта тема продолжается и в последующем разделе Трума, содержащем повеление о создании святилища. Цитата «И пусть они сделают мне святилище, и я буду обитать среди них». Конец цитаты Шмот 25-8. Здесь речь идет о присутствии Всевышнего в среде еврейского народа. Создание святилища связано с откровением. Оно являет развитие процесса, который начался на горе Синай. Наша первая встреча с Творцом происходит за пределами среды человеческого обитания, на бескрайних просторах дикой природы. Создание святилища выражает собой дальнейшее развитие наших отношений с ним. После того, как он открылся на горе Синай, среди нас пребывает божественное присутствие. Мы строим в кавычках дом Божий. Это соответствие выражается и в молитве, произнесенной Шлома при освящении первого храма. Шлома говорит с одной стороны, цитата, «Господь изрек, что будет обитать во мгле, небо и небеса небес не могут вместить тебя». Конец цитаты Малахим 1, 8, 12, 27. А с другой цитата, «Я построил тебе дом обитания, постоянное место для твоего пребывания». Конец цитаты. Два аспекта трансцендентность и имманентность Творца тесно взаимосвязаны друг с другом. Это проявляется как в даровании Торы, так и в создании святилища. Таким образом, естественным продолжением рассказа о Синайском откровении является самый конец данного раздела, а также несколько последующих. Возникает впечатление, что те, приземленные темы, практические установления и законы, которые составляют большую часть раздела Мишпатим, находятся не на месте. Разумеется, и после великих событий, происшедших на горе Синай, надо было заниматься различными законами. Возможно, это нельзя было откладывать в долгий ящик. Естественно, предположить, что уже на следующий день, после дарования Торы, стали накапливаться разнообразные практические вопросы, которые, независимо от степени их важности, требовали ответа. Однако, прочтя раздел Мишпатим, мы увидим, что в нем описывается отнюдь не жизнь в пустыне, а та действительность, которая для евреев того поколения была чем-то вроде мессианского будущего. Когда евреи скитались от стоянки к стоянке и питались маном, большинство приведенных в этом разделе законов не имели практического значения. Экономические реалии, лежавшие в их основе, воплотились в жизнь значительно позднее по вступлению евреев в страну Израиля. Совершенно очевидно, что раздел описывает жизнь народа на своей земле. Это повседневные будни людей, ведущих оседлую жизнь. У них есть рабы и рабыни, поля и виноградники. Этот контекст еще более привлекает наше внимание к несоответствию содержания раздела и его месторасположения. Почему эти законы занимают столь значимое место? Почему они излагаются сразу же после рассказа о даровании Торы на горе Синай? Плоть Торы в кавычках. Поставленный нами вопрос содержит указание на ответ, в основе которого лежит довольно-таки простая идея. После великого откровения на горе Синай важнее всего были не законы жертвоприношений и храмового служения и даже не текст Шма Исраэль, а самые приземленные, низменные материи. Как поступить с рабом? Что сделать со словом? В этом смысле слова цитата «все законы, которые ты им предложишь» имеют особое значение, поскольку именно эти законы и являются в кавычках плотью Тора. В рамках создаваемого ею общественного устройства сразу же вслед за великим событием, происшедшим на горе Синай, наступает очередь не менее важной темы законов раздела Мишпатим. Эта формулировка может представляться полемически заостренной, однако именно таков порядок изложения Торы и он вне всякого сомнения не случайен. И тогда перед нами еще более настойчиво встает принципиальный вопрос «в чем состоит особая важность этого раздела?» К ответу на данный вопрос можно приступить, заметив, что хорошо и что плохо. Наша жизнь протекает не в храме. Мы окружены не воскурениями и жертвоприношением, наша жизнь проходит в доме и на площади, в поле виноградники. Она переполнена мелкими деталями и проблемами, порожденными этой средой. Неудивительно, что наш раздел посвящен этой тематике. Не случайно это обстоятельство, что содержание раздела Мишпатим гораздо более соответствует законам Талмудического трактата Бава Кама, чем законам Бава Меце. Данный раздел уделяет гораздо больше внимания вреду, причиняемому людьми, имущественному ущербу и телесным повреждениям разных видов, чем урегулированию различных юридических аспектов повседневной жизни. В нем описывается непосторальная, безмятежная жизнь. Вырисовывающийся за сухими формулировками закона реальности, человек сталкивается со множеством трудностей и несчастья, кражи, побои, трений и конфликтов. Так устроена наша жизнь. Она полна разнообразных неприятностей и проблем, поэтому именно эти ее стороны ложатся в основу в кавычках плоти Торы. В Талмуде Шево 26а сказано цитата «Вся Тора состоит из обобщений и частностей». Конец цитаты. Действительно, вся Тора подразделяется на два типа текстов. Один из них посвящен общему, другой частности. Однако следует обратить внимание на то, что хотя Тора занимается основополагающими вопросами веры и служения, она уделяет первостепенное внимание мелким деталям. Важные фундаментальные вопросы воззрения занимают лишь незначительную ее часть. Можно не сомневаться, что если бы Тору должны были написать некоторые из еврейских мудрецов нашего времени или же средневековья, на первый план в ней вышли бы великие проблемы духа. Однако Тора построена иначе. Провозглашая кавычки «вот законы, которые ты им предложишь». Она словно требует ограничить изучение фундаментальных вопросов веры и высоких материй определенными ситуациями. Потому что облик самой Торы схож с обликом этих сухих законов, освещающих детали повседневной жизни. Этот тезис имеет принципиальное значение и в иных аспектах. В сущности, он формирует облик еврейского мира. Можно сказать, что направление его развития противоположно тому, которое задает известный девиз, гласящий, что цель оправдывает средства. Как ни странно, в иудаизме все наоборот. Средства оправдывают цель. Тщательно разработанные частные законы оказываются важнее высоких целей. Вся еврейская жизнь основана на крайней детализации законов и норм. Высокие цели определены в ней в гораздо меньшей степени. Тора многократно повторяет практические указания, что нужно сделать в одной ситуации, а что в другой. Теории в ней вторичны, их можно оставить на потом. Цитата «Сегодня исполнить, завтра получить награду». Конец цитаты Эрувин 22а Тому, кто жаждет объяснений, почему надо делать так, а не иначе, приходится подождать. Когда это произойдет? Может быть, когда ему стукнется 120 лет, а может быть, на исходе шестого тысячелетия сотворения мира. В любом случае, не это лежит в основе Тора. Не это является фундаментом еврейской жизни. Иными словами, можно сказать, что Тора ставит вопросы, начинающиеся со слова «как». Как себя вести в такой-то ситуации? Как это осуществить? Вопросы, начинающиеся со слов «почему» или «для чего» имеют для нее второстепенное значение. Тора занимается методом, техникой и практической разработкой поступков. В ней нечасто встретишь рассмотрение вопроса об их целях и сущности, о лежащих в их основе великих принципах. Впрочем, общая структура Тора включает в себя как детализированные законы, так и абстрактные положения. На ее основе мы можем продвигать от частного к общему получить ответ и на вопросы в кавычках «почему» и в кавычках «для чего». Но в кавычках «плотью Тора» является длинный перечень сухих законов. В кавычках «вот законы». Частности, подробности, выверенные в мелочах определения, это суть. Даже когда у законов есть рациональный смысл или обоснование, это является лишь дополнением к главному. Разумеется, все это говорится не для того, чтобы бросить тень на подход Торы или принизить ее величие. Наша цель объяснить, что она рассматривает вещи не так, как это обычно делаем мы. Находит величие не в тех сферах, где бы мы ожидали его найти. Метод Торы, находящий свое выражение в порядке изложения материала, указывает на величие приземленности, ставит во главу угла не общее, а частное. И если первая перспектива задается взглядом вверх, обращенным в сторону возвышенного, таково было состояние народа на горе Синай, то затем взгляд быстро опускается от заоблачных высей грубой материи, пытаясь разглядеть скрытое в ней величие. С этой точки зрения события на горе Синай и раздел Мишпатим оказываются единым целым, они неразрывно связаны друг с другом. В двух этих разделах осуществляется поиск великого, находится ли оно в горних высях или совсем в ином месте. Где пребывает Бог? Концепция снижения пафоса, характерная для раздела Мишпатим, находит свое выражение и в природе мироздания. В целом можно сказать, что величия, великие, возвышенные силы проявляются в окружающем нас мире именно на уровне приземленных деталей обыденной жизни. Однако мы находим еще более радикальное утверждение, которое относится к вопросу о местонахождении Творца. В Талмуде Брахот 8а сказано, цитата, «Во всем его мире у Всевышнего есть лишь четыре локтя Аллахи». Конец цитаты. Независимо от того, относится ли это выражение к дому учения или имеет более широкое значение, оно не утрачивает своей радикальности. Говоря о нем, мы привыкли возводить глаза к небесам. Между тем, он пребывает в мелочах и частностях, в незначительных, на первый взгляд, деталях Аллахи. Именно в нашем мире, отличающемся множеством проблем и крайней приземленностью, можно усмотреть возвышенное. по этому поводу сказано Могила 31а. Цитата. «Там, где находится его величие, ты найдешь его смирение». Конец цитаты. Величие Творца проявляется в малом, в приземленных деталях. Талмудическое обсуждение Сата 5а стиха цитата «Я с тем, кто сокрушен и смирен духом». Конец цитаты Ишиягу 57.15 приводит к выводу о том, что Всевышний не возносит к себе в кавычках сокрушенного и смиренного духом, но не сходит к нему и пребывает с ним. Это объясняет не только изречение о в кавычках четырех локтях Аллахи, но и назначение храма вообще. Шлома упоминает эту проблему в своей молитве Малахим 1.8.27 цитата «Ведь небо и небеса и небес не могут вместить тебя, тем не менее этот дом, который я построил». Конец цитаты Какое отношение может иметь храм к Творцу? И несмотря на это, а может быть именно благодаря этому суть храма состоит в том, что он словно ограничивает свое присутствие границами этого места. Всевышний раскрывается не в бескрайнем пространстве и даже не в бесчисленных пространствах. Раскрытие происходит в этом крохотном здании. Оно словно покидает высшие миры, нисходит в храм, посещает нас в четырех локтях Аллахи, присутствует при обсуждении ее законов, например, что нужно делать тому, кто выбьет зуб еврейскому рабу. Совокупность всего сказанного приводит нас к неожиданному выводу. Великая находится внизу. Поиски его наверху не приведут к желанной цели. Об этом сказано в Псалме Таилим 113 4 6 Цитата «Возвышен над всеми народами Господь, над небесами его слава. Кто, как Господь наш Бог, восседающий высоко, склоняющийся, чтобы видеть в небесах и на земле?» Конец цитаты. К вере в Него можно прийти и без откровения, но такая вера не идет дальше деизма, ограничиваясь тем, что цитата «Возвышен над всеми народами Господь, над небесами его слава». Конец цитаты. В отсутствие откровения люди приходят к тому, который пребывает на небесах, ведь и лишь недоступные выси подобают его величию. Не таков Бог Авраама и Цхака и Якова. Он не только «Господь наш Бог, восседающий высоко». Он цитата «склоняющийся, чтобы видеть в небесах и на земле». Конец цитаты. Именно в этом выражается его величие за пределами всех небес. Творец может раскрыться и на небесах, и в каждой мелочи земной жизни в равной мере. В разделе Мишпатим после Великого Откровения на Синае, после того, как евреи устремили взгляд к небесам, после громов и молний и дымящейся горы, Тара наконец достигает наиболее возвышенного. Раздел Мишпатим ставит во главу угла все мелкие детали законов, которые на протяжении поколений вплоть до сегодняшнего дня наставляют нас и служат основой для выведения новых законов. Мы завершили чтение комментариев к недельной главе Торы Мишпатим по книге недельных комментариев к разделам Торы Вечный мир «Рава-1 Эвен-Исраэль-Штензальц Зехрано-Цадик Левраха» прочитал комментарий Алекс Сапко. Мы продолжаем чтение комментариев «Рава-1 Эвен-Исраэль-Штензальц» к недельным разделам Торы. Сегодня мы прочитаем комментарий к главе Трума. «И буду обитать посреди них, и пусть они сделают мне святилище, и я буду обитать среди них». Цитата Шмот 25.8 Хорошо известен комментарий к этим словам. Алишейх к Шмот 25.8 в кавычках «сказано не в нем, а среди них». Он указывает на наиболее важный элемент, лежащий в самой основе идеи святилища. Оно находится в народе Израиля. является в кавычках шатром, в котором он обитал среди людей. Закрываем цитату Таилим 78.60. Святилище не может существовать без народа Израиля. Слова цитаты «и я буду обитать среди них» а не цитаты наполняют материальный шатер духовным содержанием. Его святость не в здании или в материалах, из которых оно сделано, а в том, что он находится среди народа Израиля. В сущности, это верно по отношению к любым предметам, наделенным святостью. Сакральный предмет – это механизм, позволяющий человеку быть связанным со святостью, но он не включается автоматически. Сакральность проявляется лишь в процессе использования. Святость имеет значение, лишь будучи соединенным с человеком. У предметов нет никакой самостоятельной святости, не считая того, что с ними следует уважительно и бережно обращаться. Как-то рассказывали об одном молодом хасиде, который был задержан в советской России. Ему чудом удалось спастись, и, как впоследствии выяснилось, его освободили потому, что сочли сумасшедшим. Невежественные чекисты увидели, как он надевает филин, и когда они его спросили, что это за ремешки и коробочки, тот ответил, что это прибор связи, благодаря которому он разговаривает с Творцом. После того, как они были тщательно проверены, и в них не нашлось ни аккумулятора, ни антенн, особенно после того, как они понаблюдали за тем, как хасид начинает разговаривать, водрузив эти коробочки на голову. Ни у кого не оставалось сомнения в том, что он самый настоящий сумасшедший. Надо отметить, что тфилин сами по себе не являются прибором связи. Они работают не благодаря своему внутреннему устройству, в них также не скрыто никакой магии. Как и все прочие сакральные предметы, они являются средством освящения, однако их внутренняя сущность проявляется лишь в сочетании с выполнением заповеди и соответствующим намерением со стороны человека. Святилище в этом смысле подобно иным сакральным предметам. Его суть, его внутренняя основа состоит в пребывании божественного присутствия в еврейском народе. Цитата «Я буду обитать среди них». Поэтому важно не только заниматься сооружением материального здания, но и заботиться о его внутренней сути, создавать святилище в душе каждого человека. Кто того пожелает? Из чего строят святилище? В начале данного раздела Всевышний повелевает жертвовать материалы на строительство. Цитата «Скажи сынам Израиля, чтобы они собирали мне приношения». Конец цитаты «Шмот 25 2». Приношения на постройку святилища, на возведение святого здания берутся цитаты у каждого человека, кто того пожелает. Конец цитаты там же. Каждый дает столько, сколько захочет. Материалы и деньги на постройку можно было собирать несколькими способами, однако эта заповедь подлежала добровольному исполнению. При других сборах использовались иные методы. К примеру, отделение десятин даров священникам являлось обязательным и фиксированным. Каждый должен отделить определенную долю урожая. Можно ввести прогрессивный налог. Тот, у кого есть определенная сумма денег, платит 2%, а тот, у кого денег больше, 3% и так далее. Пожертвования на возведение святилища могли бы осуществляться одним из этих способов. Однако Всевышний требует, чтобы они не имели определенного и фиксированного размера. Каждый принесет столько, сколько подскажет его сердце. Правда, были и деньги, шекели, которые все-таки взымались, совсем в качестве обязательного, фиксированного налога, но они использовались строго определенным образом, не для создания каких-либо ритуальных предметов, а только для брусьев. Все предметы, используемые в служении, были сделаны из меди или из золота. Из серебра шекелей, которые взымались со всех и установленном размере, были изготовлены лишь крючки столбов и подножия брусьев. Отметим, что нет никакой принципиальной разницы между серебром и другими материалами, к примеру, в храме этих отличий не существовало. Мишна Псахим 5.5 подробно описывает существование пасхального жертвоприношения в храме. Согласно этому, там в равном мере использовались и серебряные, и золотые крапильницы. Таким образом, сосуды могли быть сделаны из серебра. Следовательно, перед нами принципиальное разграничение между даром, приносимым человеком по зову сердца, и фиксированным, и обязательным налогом. Видимо, причина в том, что принудительно взываемые деньги не могут в кавычках высоко подняться в мире святости. Закон был установлен не из-за того, что люди отказывались платить. Судя по всему, чтобы взыскать требуемые полшекеля, не надо было прибегать к помощи стража, однако все-таки это серебро не могло быть использовано для сосудов, используемых в служении Творцу. Помимо этого, мы видим, что использование пожертвований непроизвольно. У каждого предмета было определенное место, каждый из них отправлялся по определенному назначению. После того, как дары проверяли и сортировали, принесенные человеком предметы распределялись в соответствии с тем, для чего они подходят. При этом возникала определенная общность между различными аксессуарами святилища и теми предметами, из которых они были сделаны. Так, к примеру, умывальник был сделан из женских зеркал, и мудрецы говорят в Медбар-Раба 914, что именно поэтому из него поили горькой водой жен заподозренных в супружеской измене. Бемедбар 511-31 Действительно, связь здесь очевидна. Умывальник был сделан из зеркал женщин, вставших на путь святости, поэтому именно он подходил для проверки женщин, которые предположительно сошли с этого пути. Следующая история носит характер анекдота, но и она имеет некоторое отношение к обсуждаемой нами теме. Одного Рэбби спросили, почему он ведет роскошный образ жизни, в то время как его предки, которые были великими людьми, жили скудно, а то и в бедности. Он ответил, некоторые люди дают пожертвования на искупление своей души во имя неба и в особой святости. Они хотят, чтобы их дар действительно послужил этому. Когда Равин принимает такое пожертвование, он вправе расходовать его лишь на цели, связанные соблюдением заповедей на изучение Торы и милостыню бедным. Другие совершают пожертвования, движемые менее возвышенными мотивами, чтобы быть не хуже других, вызвать уважение к себе. на их деньги можно покупать еду, питье и одежду, а иногда люди дают пожертвования как взятку, если не ребби, то всевышним. Эти деньги можно тратить только на лошадей. Хасиды моего деда были в основном святыми людьми. Они почти всегда давали деньги во имя неба, и эти деньги шли на помощь бедным. Мои хасиды в основном относятся к последнему виду. Те деньги, которые они дают, можно тратить только на лошадей. Конец цитаты. В сущности, этот подход налицо и в нашем разделе. Как мы видим, каждое пожертвование имеет особый характер, зависит от внутренней сути дающего. Это определяет и то, на что идут его дары. В планах святилища все было четко расписано, что идет на крышу, а что находится снизу, что окажется в святая святых, что останется снаружи. Назначение разных предметов связано с тем, кто их дает. Что касается пожертвований на святилище, ни у кого не просит больше того, что он дает. Если кому-то сердце подсказывало пожертвовать доску, значит, он тот, кто принес доску. это то, что он в состоянии дать и то, что он достоин дать. Поэтому у каждого спрашивают, что он хочет дать в соответствии с его возможностями. Кто-то даст три медных гроша и станет тем, кто дал три медных гроша, другой принесет тахашевые кожи или драгоценные камни. Цельность, создающая святилища. Цитата. А вот приношение, которое вы будете принимать от них, золото, серебро и медь. Конец цитаты. Шмот 25.3. Поскольку это добровольные пожертвования, к людям нельзя предъявлять требования. Каждый принимает решение, взвесив все для себя лично. Поэтому каждый приносит что-то особенное. Просматривая перечень принимаемых даров, мы увидим, что с одной стороны приносили драгоценные камни нужных размеров для наперстника. И некоторые из них наверняка были очень дорогие. А с другой стороны в список внесены также окрашенная овечьей шерсть и даже козья, которая ценилась еще меньше овечьей. Козья шерсть самый грубый материал для одежды. Разница между дарами определяется тем, сколько человек готов пожертвовать. Видимо, святилище в своей полноте должно включать в себя самые разные вещи. Там найдется место и для козьей шерсти, и для серебра, и для драгоценностей, которые хранят в укромных местах и ради которых надо объездить полмира. В нем должны быть и брусья, и из дерева шитим, которое растет у каждого дома. Нет единого критерия, позволяющего оценить дары по той или иной шкале. В основе создания святилища лежит участие в его строительстве всей совокупности еврейского народа. Он весь возводит его, и каждый может внести свой вклад, принося как самые дешевые, так и самые дорогие материалы. Никому не может быть претензий, поскольку неизвестно в какой именно части единого целого выразилось его участие. Это и есть наиболее правильный путь к тому, чтобы исполнилась слова писания. Цитата «Я буду обитать среди них». Конец цитаты. В связи с возведением святилища сказано в Талмуде Шаббат 102 Б. Цитата «Месте богатства нет места бедности». Конец цитаты. Для чего же тогда Всевышний повелел сделать покрывало из козьей шерсти, которая подошла бы и для мешковины? Можно было, скажем, взять тахашевые шкуры? Но, видимо, святилище должно быть построено именно так, чтобы включить в себя весь комплекс того, что есть в людях, отразить степень готовности каждого из них, богатые и бедные, малые и большие. Из всеобщего объединения рождается святилище. Так, снизу вверх воздвигается храм, и в той цельности, которая стоит за его созданием, пребывает слава Всевышнего. мы завершили чтение комментария Рава Один Эвен Исраэль Штензальц Ихрано Цадик Евраха к недельному разделу Торы Трума. Прочитал Алекс Сапко. Мы продолжаем чтение книги Рава Один Эвен Исраэль Штензальц Вечный мир Комментарии к недельным разделам Торы И сегодня мы прочитаем комментарии к недельной главе Тецавэ. Если бы надо было как-то определить содержание этого раздела, охватывающего множество разных тем, можно было бы сказать, что он рассказывает о том, что находится внутри святилища. Если прошлый раздел повествовал о его внешнем устройстве, здесь мы переходим к внутренней составляющей, которая определяет его действенность. По этой причине значительная часть раздела посвящена одеждам священников. Тора подчеркивает цитата «И они будут на Аароне и на его сыновьях, когда те станут входить в шатер собрания или подходить к жертвеннику для служения в святилище, чтобы они не понесли вину и не умерли. Это вечный закон для него и для его потомков после него». Конец цитаты Шмот 28-43. Другими словами, одеваться следует именно так. А тот, кто придет в ином виде, сам навлекает беды на свою голову. Раздел описывает также церемонию посвящения Аарона. Там же объясняется, что должно происходить в святилище. В церемонию включены все элементы будущего ежедневного служения, хотя и в несколько ином порядке. Все ли функционирует? Тора многократно возвращается к теме святилища. Повеление о постройке, порядок выполнения работы, сборка, разборка, функционирование – все это описывается вновь и вновь. Чтобы понять причину утомительных повторений мельчайших подробностей его устройства, надо сначала выяснить, в чем состоит суть. Светилище – это сложный инструмент, некий механизм, который должен соединить между собой Землю и небеса. Для того, чтобы успешно выполнить эту задачу, надо обеспечить нормальное функционирование всех элементов системы. От механизма требуется только одно, чтобы он работал. Если что-то в нем будет сделано неправильно, то он даст сбой, даже в результате минимальной совершенно непреднамеренной ошибки. Возведение святилища можно уподобить строительству космической станции. Это очень сложная структура, которая включает в себя множество деталей, и каждая из них требует максимальной точности в производстве. Вначале необходимо тщательно выполнить все расчеты, затем создать каждую деталь, так, чтобы практическое воплощение идеи полностью соответствовало замысл. На каждом уровне осуществлением проекта занимается целый коллектив. Один повторяет расчеты, другой сверяет получившийся результат с требованиями плана, третий пытается все собрать, чтобы убедиться, что каждый винтик входит на предназначенное для него место. Ничто не выпало, нет никаких зазоров, все гайки закручены как следует. На завершающем этапе производственного процесса, когда станция будет построена, собрана, снабжена необходимыми приборами, настанет критический момент. Кто-то нажмет на кнопку и лишь тогда выяснится, будет ли она действовать или нет. В 80-е годы Советский Союз послал две автоматические межпланетные станции к спутникам Марса. Они работали на солнечной энергии и поэтому периодически должны были корректировать свое положение относительно Солнца. Каждый день в течение нескольких секунд Земли на станцию отправлялось сообщение, содержащее в себе тысячи параметров. Эти указания надо было проверять и перепроверять, чтобы не произошло никакой ошибки. Итак, день за днем, строчку за строчкой. Однажды в программный код была внесена одна неправильная цифра. Однако тот, кто должен был проверять эти данные, не обратил внимания на ошибку. Это случилось в пятницу. Сказались наступавшие выходные. В субботу проверка получения спутником приказов осуществлена не была. В воскресенье тоже никто ничего не заметил. А когда все вернулись на работу в понедельник, оказалось, что станция не откорректировала свое положение и поэтому потеряла энергию. связь не прервалась. Так она и вращается до сих пор где-то в межпланетном пространстве. К таким результатам привела ошибка в одном знаке, из-за которой бортовой компьютер не смог принять переданную команду. Аппарат остался цел и невредим, но он не выполнил своего назначения. Он мог принести пользу, а стал мертвым космическим хламом. Это же относится и к постройке святилищ. Когда заканчивается постройка и сборка, когда совершают помазание и освещение и все приводят в готовность, святилище подобно ракете, которая должна взмыть в небеса. Настает критический момент. В этом смысле кульминацией строительства является церемония освещения в икра 8-9. Казалось бы, в этих главах нет никакого напряжения. В них описаны облачения священников и совершение жертвоприношений. Однако на самом деле напряжение огромное. Оно возрастает от стиха к стиху. В Медраше Раба 12 сказано цитата «Все семь дней освещения Маше ставил и разбирал свиделище по два раза в день». Конец цитаты. Работы по его сооружению продолжались месяцами. Казалось бы, нет никакого сомнения, что все в порядке, брусья соединяются. Но Маше раз за разом собирает и разбирает его. Ему не было достаточно того, что все выглядит нормально. Может быть обнаружится какой-нибудь зазор, и вот проверка завершилась, сборка и разборка закончены, все на месте, но все-таки напряжение возрастает. Взлетит ли или не взлетит? В каждой из семи дней освещения шатер надо было собрать. Затем в него входил Аарон и совершал жертвоприношение, но ничего не происходило. Потом Маше разбирал его. Не было никакой возможности понять, что именно не так, на чем все застоприлось. Приходилось снова проверять все от начала до конца, пытаясь определить, в чем проблема. И только на восьмой день на жертвенник нисходит огонь с небес. Как отмечают Раши и другие комментаторы, это происходит, когда Аарон и Маше входят в шатеры собрания и молят о милости. Настает момент, когда все разрозненные составляющие складываются в единый комплекс. И наконец-то все срабатывает. Цитата «И вошли Маше и Аарон в шатер собрания и вышли оттуда и благословили народ. И явилась слава Господа всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники все сожжения и жир, и увидел Вали и Пали Ниц. Конец цитаты Ваикра 9 23 24 К шатру собрания пришел весь народ. 600 тысяч мужчин, женщины и дети. Все они ждали. Порядок действий довольно сложен, но тщательно описан в Торе. Сначала происходит одно, затем другое, и по мере продвижения напряжение возрастает. Что же случилось в итоге? Святилище должно соединять небо и землю. Произойдет это или нет? Как раз последние действия Маше, Аарона и священников наименее драматичны. На месте ли светильник? Вовремя ли принесен жертву баран? И вот, цитата, явилась слава Господа всему народу. Конец цитаты. С небес спускается огонь, цепь замкнулась. Подобным образом развивались события и при освящении храма царем Шломо. Тогда также вначале нарастает напряжение, а затем раздается вздох облегчения. Светилище это сложный механизм, все части которого должны быть изготовлены с исключительной точностью. У каждой детали есть свое назначение, где она находится, для чего предназначена, с чем связана. Именно поэтому оно и может стать приспособлением воспринимающим влияние Всевышнего. Если хоть какая-то мелкая деталь окажется не на месте, если светильник слегка отодвинут в сторону, ничто не срабатывает. Каждая из деталей складывается в общую совокупность системы. Важность деталей. подробное описание устройства святилища и его функционирование вновь и вновь повторяется во всех деталях. Для чего Тора описывает нам нижние платья священников, объясняет, какими должны быть колокольчики на ризе, какой цели служит подробный рассказ об Эфоде, о двух его кольцах, к которым присоединяются другие, о разных видах креплений. Читатель этих наиболее скучных для учащихся страниц пятикнижия может воскликнуть кавычки. Зачем нужны все эти подробности? Зачем мне знать, что присоединиться к различным крючкам? Почему я должен читать про крепление цепочек гнездом? Почему все эти детали повторяются? Зачем они должны остаться в веках? Кавычки закрываем. Однако по сути эти описания должны читать на одном дыхании как захватывающий детектив. Удалось ли выполнить план на деле? Не отступил ли бецалель от требуемых размеров? Может быть какая-то деталь была прикреплена не под тем углом, теперь устройство не заработает. Когда шьют одежду, шов можно сдвинуть чуть правее или левее, это не имеет особого значения. Но когда изготовляют скафандр, водолаза или космонавта, всякое отсутствие отступления от инструкции может привести к тому, что одежда чуть-чуть надорвется. И это чревато смертельной опасностью. Это не театральное представление, в котором нет особой разницы, сделан ли шаг в сторону или три шага вперед. Здесь легкомыслие приведет к такому же результату, что и попытка ребенка подражать электрику. Он видел, как работал настоящий электрик. Взял розетку, вставил ее в гнездо, приложил винт, крутанул три раза отверткой и с ним ничего не случилось. Но если ребенок попытается это повторить, он может получить удар током и погибнуть. В данном разделе все происходит на полном серьезе. Неверный шаг чреват гибелью. Так Аарон узнает, что ему не стоит входить в святилище без риза. Цитата «Чтобы он не умер». Этим предостережением Тора дает понять, что речь идет не о зрелищном действии. Тот, кто подобно Аарону находится в эпицентре святости, играет с огнем в буквальном смысле этого выражения. С этим связана история смерти сыновей Аарона. Надаву и Авиу двум сыновьям первосвященника показалось, что они имеют право на самостоятельное действие, но ошибка привела их к смерти. В Талмуде Йома 53-б рассказывается, какой трепет вызвало вступление первосвященника святая святых в Йом-Кипур. Ему нельзя было там замешкаться ни на минуту, чтобы не вводить в панику народ, ожидавший его появления. В Зооре Эмор 103-а рассказывается, что к его ноге привязывали веревку, чтобы, если он умрет внутри, его можно было вытянуть наружу. Святая святых не столь страшное место, время от времени туда заглядывали, чтобы проверить, все ли исправно. Иногда внутрь заходили даже ремесленники, чтобы починить что-то. Почему же именно в Йом-Кипур всех охватывает такой страх? В сущности, это подобно электричеству. Все зависит от конкретной ситуации. Когда провода обесточены, их можно коснуться голыми руками. Но когда в день искупления по проводам течет ток высокого напряжения, тот, кто входит внутрь, рискует жизнью. Внутреннее устройство святилища. Существует два элемента, обеспечивающие соединение неба и земли. Один из них это необходимое оснащение. В прошлом разделе нам сообщили, как из каких материалов оно производится и какие конструкции в него входят. Второй элемент это внутреннее наполнение, человеческий фактор. Светилище не набор оборудования, существующий в отрыве от того, кто его использует. Из раздела ТЦБ мы узнаем, что есть ряд условий, необходимых для того, чтобы весь механизм мог работать и выполнять свою задачу. Здесь приводится перечень того, что требуется для нормального функционирования системы, ее взаимодействия с людьми. Раздел посвящен служению, осуществляемому в святилище и наделяющему его внутренним содержанием и жизненностью. От порядка служения до человеческого фактора людей, которые должны были добиться того, чтобы деревянные стены шатра стали чем-то несравненно большим, чем просто скрепленные брусья. Мы завершили чтение комментария Рава Адина Венесраэль Штензальц Захрано Цадик Левраха к недельному разделу Торы Титсаве из его книги «Вечный мир» Хаэй Улям в переводе с иврита Вениамина Ванникова изданного московским издательством «Книжники»